Вы знаете, когда рождается ребенок, обычно вход в мир маленького-маленького человека сопровождается плачем, не так ли? Это очень-очень интересный вопрос. Почему сразу после рождения человек, ребенок плачет, почему не смеется? Скорее всего, есть какие-то физические причины, которые объясняют плач ребенка после рождения. Может быть, что-то связано с дыханием, с легким, с первым вздохом. Однако на первый плач ребенка можно ведь посмотреть и не только со стороны физики, но и со стороны метафизики, что скрыто за первым плачем человека. Может быть, это вопль протеста? Может быть, это боль? Или, может быть, это страх? Вполне возможно, что крик спровоцирован всем перечисленным. Ну, как бы то ни было, наш с вами вход в этот мир, он сопровождается или отмечен именно плачем? Я думаю, потом вот, когда живешь, иногда так и кажется, что вот этот плач при рождении – это не только признак рождения человека, но и признак смысла всей жизни человека. В одной из очень известных трагедий Шекспира главный герой этой трагедии Макбет произносит монолог, монолог, который остается знаменитым и сегодня. Этот монолог, он имеет название, очень короткий монолог человека, имеет название «Завтра-завтра». Вот что произносит этот человек. Мы дни за днями шепчем «Завтра-завтра». Так тихими шагами жизнь ползет к последней недописанной странице. Оказывается, что все вчера нам сзади освещали путь к могиле. Вот такой вывод делает этот человек. «Конец, – говорит он, – конец, а гарок догорел. Жизнь – только тень. Она актер на сцене, сыграл свой час, побегал, пошумел и был таков. Жизнь – это сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих слов и ничего не значит». Можете себе представить, братья и сестры, для жизни человека ничего не значит. Можете себе представить, для жизни человека остаться бессмысленной, не иметь ценностей или достоинства. Вы знаете, вот такой вот кризис, вот этот вот кризис Магбета, кризис понимания смысла жизни возникает тогда, когда происходит разрыв. Разрыв между антропологией и теологией. Разрыв между изучением человека и между изучением Бога. Дело в том, что смысл нашей с вами жизни, он связан с вопросами «Кто мы?» и «Что мы?». То есть вопросы связаны с представлением человека о самом себе. А вот то, что мы с вами думаем о себе, в конечном итоге зависит именно от того, что мы с вами знаем о Боге. То, что мы с вами думаем о себе, в конечном итоге зависит от того, что мы знаем о Боге. И мы не сможем с вами понять, кто я или что я, не понимая того, кто или что есть Бог. И вот когда история человека, история жизни человека отделяется от существования Бога, она действительно становится сказкой в пересказе глупцов. В ней много слов, но ничего, ничего она не значит. То есть если рассматривать человека отдельно от Бога, он останется одиноким и незначительным. Если человек – это космическая случайность, жизнь лишена достоинства, ценностей, и, конечно, она лишена смысла. Но с другой стороны, если жизнь человека имеет смысл, если жизнь человека – это не сказка в пересказе глупца, то этот смысл в первую очередь относится именно к Богу. Или смысл, вот этот вот смысл человек находит в Боге. Я процитировал знаменитые слова Макбета. Макбета, позвольте теперь процитировать священное описание Псалом 8, 4 по 8 стих. Псалом 8, 4 стиха. «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его, немного ты умолил его пред ангелами». Обратите внимание на следующие слова. «Славою и честью увенчал человека, поставил его, владыка, наделами рук твоих, все положил под ноги его, овец, волов всех и также полевых зверей. Славою и честью увенчал его». А что значит увенчать? Увенчать значит возложить венец или корону. В сотворенном мире человек от Бога получает венец славы. В сотворенном мире человек от Бога получает венец славы. А значит, жизнь человека имеет достоинство и имеет ценность. В творческой деятельности Бога особое место занимается в сотворении человека. И человек – это вершина замысла Бога в существовании Вселенной. Во многих-многих отношениях человек отличается от всего остального творения. Почему? Потому что он создан по образу и по подобию Бога. Вы знаете, вот сегодня мы с вами попытаемся рассмотреть цель Бога в сотворении человека и природу человека таким, каким его создал Бог. Один из вопросов, на который достаточно ясно отвечает Священное Писание – это вопрос о том, есть ли у Бога какие-то нужды. И вот из Библии мы с вами узнаем, что оказывается, Бог ни в чем не нуждается. Соответственно, Он не нуждается в нас, и Он не нуждается в остальном творении. В нескольких местах Священного Писания учит, Библия учит, что для существования Богу ничего не нужно. Он абсолютно независим и самодостаточен. Напомню, один из таких библейских текстов – это проповедь Павла Афина. Помните его, вот эти тоже знаменитые слова? «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, ну, как бы имеющих нужду в чем-либо, сам, дая всему жизнь и дыхание и все». Иногда люди думают, что Бог был одинок или Бог одинок, и поэтому нуждался в общении с человеком, которого создал. Если бы это было так, это означало бы, что Бог зависит от своего творения, и без человека Он не полностью полноценен или не полностью счастлив. Слова Священного Писания показывают, что это не так. Вот еще несколько текстов. К примеру, Евгелист Иоанна ставила для нас с вами одну из молитв Иисуса Христа. И несколько раз в этой молитве Господь Иисус Христос говорит о времени, прежде сотворения мира. То есть мы с вами получаем ответ на вопрос, вот что было до сотворения человека, до сотворения Вселенной. Давайте посмотрим 17 главу книги Евангелия от Иоанна. Пятый стих, первая ссылка. Это молитва Господа. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Оказывается, прежде бытия мира или до сотворения мира, Отец и Сын, они делили славу, имели общую славу. Далее Христос продолжает, это 24 стих. Отче, которых ты мне дал, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня, когда? Прежде создания мира. Ну, до сотворения Вселенной между Отцом и Сыном. Мы отметили, было общение, общение славы, а теперь мы отмечаем, между ними была любовь. Таким образом, среди лиц Троицы до сотворения мира была совершенная любовь и совершенное общение. До сотворения у Бога не было одиночества и не было недостатка в общении, что подводит нас с вами к самому первому вопросу нашего изучения. Тогда почему Бог сотворил человека? Почему Бог сотворил человека? Итак, мы с вами знаем, Бог создал человека не потому, что был одинок или нуждался в общении. Однако Писание открывает, что человек и даже все остальное творение, он каким-то образом прославляет Бога и приносит ему радость. Мы делаем этот вывод, что для чего или почему Бог сотворил человека? «Бог сотворил человека для своей славы». Ну, давайте посмотрим текст Писания. Это 43 глава книги пророка Исаии, 7 стих. А вот что Бог говорит о человеке. «Каждого, кто называется моим именем, кого я сотворил для славы моей». «Я сотворил для славы моей». Или можем цитировать слова апостола Павла, вот в послании к Ефесинам, где он говорит об определении Бога для человека. «В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению, совершающего все поизволению воли своей, дабы послужить к похвале славы его нам». То есть Павел тоже говорит о том, что цель Бога в сотворении человека, а в том, чтобы человек послужил для славы Бога. Но интересно, что вот современные теории сотворения Вселенной рассматривают существование человека бессмысленным. То есть, может быть, так не говорят, но вот вывод делается именно такой, что существование человека по сравнению со Вселенной, оно просто бессмысленно, потому что Вселенная, она безмерна. Вы знаете, Священное Писание говорит о том, что жизнь человека значима. И Библия говорит о том, что мы были созданы, чтобы прославлять Бога. И получается, что человек важен для самого Бога. То есть, человек действительно важен в глазах Бога. Ну, можно ли желать большей значимости? А вот эта вот истина о том, что Бог сотворил человека для своей славы, теперь определяет правильный ответ на вопрос о смысле жизни человека. Цель нашей с вами жизни теперь и заключается в том, чтобы осуществить причину сотворения. Вот эта вот гармония будет тогда, когда мы восполняем причину, для чего Бог нас с вами сотворил. Итак, Бог сотворил человека для своей славы. Ну, это односторонний вывод. В каком смысле вывод, который касается только Бога. Но есть ли в этом, вот в сотворении, в это сотворении человека интерес для самого человека? То есть, если Бог сотворил нас с вами для себя, для своей славы, это со стороны Бога, а что мы можем сказать со стороны человека? Что от этого имеет человек, если можно так спросить? И вот здесь Священное Писание дает для нас с вами замечательное открытие. Я напомню эти слова, которые мы все с вами очень хорошо знаем. Это Христос говорит, для чего Он пришел. Я пришел для того, чтобы имели жизнь, имели с избытком. То есть человек может наслаждаться Богом. Если Бог сотворил человека для себя, для своей славы, то человек в этом получает огромное благо. Человек может и будет наслаждаться Богом. Человек будет радоваться Богу, будет радоваться отношением с Ним. Давайте вспомним еще некоторые тексты, которые, я думаю, знакомы для нас с вами. Это слова псаломпевца Давида. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его». То есть для чего нужно было Давиду посещать церковь, посещать Дом Божий? Он отмечает созерцать красоту Господа. Ну ведь созерцание, оно часто человеку приносит радость. Есть еще один очень любимый многими-многими псалом Асафа. Я думаю, мы все с вами очень хорошо помним самый последний стих этого псалма. Я думаю, когда читаешь этот псалом, оно просто слезы наворачивается при чтении последнего стиха, где Асаф говорит о мне благо приближаться к Богу. То есть в этом есть привилегия для человека, в том, что Бог сотворил человека именно таким, для своей славы, для человека в этом благо. И многие-многие люди в истории человечества это хорошо понимали. Это понимали псалмопевцы, об этом говорил Христос. И вот Асаф, он говорит, что благо мне приближаться к Богу. Вы знаете, полноту радости человек обретает в познании Бога. Полноту радости человек обретает в осознании его качеств. И находиться в его присутствии, наслаждаться общением с ним, это самое большое благословение для человека. Но я думаю, как христиане, мы с вами об этом очень часто говорим. Говорим, но не только говорим, мы понимаем, что мы все-таки учимся, учимся жить так, чтобы как-то осознавать вот эту вот радость человека о Боге. То есть всю жизнь мы учимся радоваться в Боге. Радоваться о Боге, радоваться в Боге. А вы знаете, мы даже с вами учимся радоваться во всех жизненных уроках, которые приготовил для нас с вами Бог. В Библии об этом тоже очень интересно говорит. Вот вспомните, допустим, апостола Павла в послании к кремлинам очень многое глубоко говорит о благодати Бога. Вот особенно подчеркивает радость, когда для человека открывается доступ к благодати Бога. Но оказывается, не только благодать спасения приносит радость, вот об этом Павел рассуждает и говорит, но и последующая жизнь, даже если в ней есть скорби. То есть Павел подчеркивал это и понимал. Вот помните, веру и получили мы доступ к благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой и славой Божией. То есть у нас есть то, чем хвалиться. А потом он говорит, не только этим хвалимся, не только благодатью Бога, прощением наших грехов и спасением души. Павел говорит, оказывается, мы с вами хвалимся, то есть мы радуемся скорбями. То есть Павел понимал, что если это пришло от руки Бога, если смысл жизни человека, вот жить для славы Бога, обстоятельства нашей жизни, они могут называться скорбями. В конечном итоге, даже в скорбях христианин, человек, который живет для славы Бога, он может находить радость. Между прочим, вот точно такой взгляд разделяли на жизнь, разделяют и другие апостолы. Апостол Иаков, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Или апостол Петр, радуйтесь, даже если вам нужно скорбеть. Об этом радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений. Итак, и для самого человека жизнь для славы Бога имеет значение. Можно отметить и следующее. Оказывается, иногда Бог радуется от человека. Иногда и Бог радуется от человека. Ну, давайте посмотрим, как Бог радуется от человека. Это снова пророк Исаия, 62 глава, 5 стих. Как жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой. Можешь себе представить радость Бога о человеке? Как жених будет радоваться о невесте своей, так будет радоваться о тебе Бог твой. В Роксофоне, 3 глава, 17 стих, это 911 страница нашей Библии. «Господь Бог твой среди тебя. Он силен спасти тебя». Вот подчеркивает пророк. «Возвеселиться о тебе радостью, будет милостив по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». То есть Бог радуется о человеке. Знаете, мне кажется, вот такое вот понимание смысла жизни человека имеет очень практические результаты. То есть вот понимая цель нашей жизни, ведь понимая цель нашей жизни, мы начинаем действовать таким образом, чтобы достичь этой цели. Понимая цель, мы начинаем действовать таким образом, чтобы достичь этой цели. И вот в этом пути мы с вами познаем радость, какую никогда, никогда не знали. Ну, можно возразить один из аргументов, когда мы говорим о том, что Бог сотворил человека для своей славы. Но насколько это хорошо, Для Бога искать славу. Библия тоже отвечает на этот вопрос. Библия отвечает и говорит, что, оказывается, для человека неправильно искать славу себе. Почему? А всякий раз, когда человек ищет славу для себя, он обкрадывает Бога. Когда человек ищет славу для себя, он обкрадывает Бога. Ну, а если Бог ищет славу для себя, ему некого обкрадывать. И вот здесь для нас с вами открывается природа Бога, которую мы учимся ценить. природу как бесконечно совершенного Создателя. Создатель человека, Творец неба и земли, любящий Отец Небесный, который заслуживает самую глубокую похвалу со стороны человека. Не только похвалу уст, но и посвященной жизни. Следующее, что можно узнать о сотворении человека из Священного Писания, это то, что человек был создан по образу и по подобию Бога. То есть для чего был создан человек, для чего Бог сотворил человека или почему Бог сотворил человека? Сотворил для своей славы. Как Бог сотворил человека? Библия тоже отвечает на этот вопрос. Сотворил или создал по образу и по подобию своему. Это книга Бытие, 1 глава, 26 стих. Ну, теперь попробуем ответить на вопрос, что значит образ Бога в человеке. Ну, попробуйте только представить. Из всего многообразия творения, которое нас с вами окружает, только человек. Только человек создан по образу Бога. Ну, что же это значит? Очень коротко можно сказать следующее. Сотворен по образу Бога, это значит, человек похож на Бога и представляет Бога на земле. Человек похож на Бога и представляет Бога на земле. Вот эти вот слова еврейского языка, образ и подобие, они имеют схожее значение и означают быть похожим, но не таким же. То есть что имел в виду Бог, когда писались эти слова? То есть человек похож на Бога, но не такой, как Бог. Человек – это только образ Бога, отображение Бога. И вот опять, читая первую главу книги «Бытие», мы все-таки понимаем, что самые первые получатели этой главы ее очень хорошо понимали. Понимали немножко лучше, чем мы с вами. То есть они имели очень ясное и понятное значение вот этих вот слов «образ» и «подобие». Они получали информацию о том, что человек подобен Богу и во многих-многих отношениях будет представлять Бога на земле. Здесь тоже очень интересно. Так получается, что полное понимание подобия человека Богу требует полного понимания того, кем является Бог. полное понимание того подобия человека Богу требует полного понимания того, кем является Бог в своем существе и в своих действиях. Чем больше мы узнаем о Боге и человеке, тем больше сход мы с вами будем находить. Ну, позвольте проиллюстрировать немножко то есть это вот понятие «образ» и «подобие Бога в человеке». Что значит «образ Бога в человеке»? В книге «Бытие» есть вот эта иллюстрация, это 5 глава, 3 стих. Посмотрите опять, как интересно написано. Адам жил 130 лет и родил сына. И посмотрите, как написано. По подобию своему и по образу своему. То есть практически 26 стих 1 главы он повторяется. Ну, а что значит подобие и образ Адама в Сифе? Сиф – это сын Адама. То есть он был похож на Адама, но не был таким же. Похож как? Как сын похож на отца. Обратите внимание, не указывается конкретное количество способов, где Сиф был похож на Адама. Не говорится, что это были голубые глаза. Не говорится о том, какие это были волосы прямые или вьющиеся. Не говорится о складе тела или о качестве характера. То есть подобные домыслы они остаются бесконечными и, скорее всего, бессмысленными. Скорее всего, имеется в виду именно способность сына отобразить качество отца. Способность сына отобразить качество отца. Точно так и человеку при сотворении Бог дает способность отображать Творца. И поэтому, почему я говорю, ну, скорее всего, нет необходимости в поисках конкретного значения того, что такое образ и подобие. Скорее всего, нет необходимости в какой-то классификации, что является образом, а что является подобием. Еще раз повторю, что полное понимание подобия человека Богу требует полного понимания того, кем является Бог в своем существе и в своих действиях. Вот когда мы говорим о человеке, который был сотворен по образу и по подобию Божьему, возникает еще один вопрос. Ну вот, а как грехопадение отобразилось на состоянии человека? Как грехопадение отразилось на состоянии человека? Священное Писание открывает нам, что после грехопадения образ Божий, конечно, конечно, искажен, однако не утрачен, не потерян. Библия говорит о том, что образ Божий искажен, но он не потерян, он не утрачен. После Эдема можно ли по-прежнему считать человека подобным Богу? Довольно рано в книге Бытие мы получаем ответ на этот вопрос. Это 9 глава, 6 стих. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека? Почему? Потому что человек создан по образу Божьему. Очень-очень ранний библейский текст, который закладывает основу управления государством, основу управления любого цивилизованного государства, где выше всего остального ценится жизнь человека. Но почему жизнь человека ценится? Почему выше всего остального мы ценим жизнь человека, несмотря на то, что человек грешен, в нем все еще остается достаточно сходств с Богом? Это объясняется очень интересным образом. Пролить кровь – это ветхозаветнее выражение, которое обозначает отнятие жизни, забрать жизнь у человека. Пролить кровь человека значит причинить вред той части творения, которая больше всего похожа на Бога. То есть и после Эдема человек все еще находится в образе Бога. Ну, между прочим, один из библейских текстов Нового Завета подтверждает это. Это уже апостол Яков, когда он говорит о языке человека. Посмотрите, он пишет «Языком благоставляем Бога Отца, языком проклинаем человеков сотворенных по подобию Божьей». Очень-очень ясно написано, что люди в целом, не только верующие люди, но, братья и сестры, люди в целом сотворены по подобию Божьей. То есть образ Божий сегодня остался в человеке. Конечно, поскольку человек согрешил, он определенно утерял часть подобия Богу. Утрачена нравственная чистота человека, то есть наш с вами характер теперь не отображает святость Бога. Интеллект человека испорчен. Ну, как он испорчен? Он испорчен так, что теперь человек очень легко верит обман. Много сегодня человек не понимает или понимает неправильно, понимает превратно. Речь человека испорчена. Отношения к другим основаны на эгоизме, а не на любви. То есть человек все еще находится в образе Бога, но вот в каждом аспекте нашей жизни некоторые части этого образа искажены или утрачены. Очень хорошо об этом сказано в книге Экклесиаста, 7 глава, 29 стих. Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы. Таким образом, и после грехопадения мы все еще находимся в образе Бога. Мы все еще подобны Богу и мы все еще представляем Бога. Вот этот образ Божий в нас с вами он искажен. То есть до грехопадения было по-другому. Вы знаете, вот если вернуться вот к вопросу о значении образа Бога в человеке, значение мы не сможем с вами понять, наблюдая за людьми в том виде, в каком они существуют в настоящее время. То есть это неправильно вот смотреть сейчас на человека и пытаться понять, что значит образ Бога в человеке. Скорее всего, необходимо смотреть на то, что говорит Писание об Адаме и Еве до грехопадения. И очень коротко, очень глубоко и, наверное, очень ясно написано, что хорошо весьма. Если говорить о состоянии человека, вот эта вот оценка Бога, что это не просто хорошо, а именно хорошо весьма. Вы знаете, вот после Эдема вот эта вот истинная природа человека в образе Бога хорошо весьма была заметна только в жизни одной личности. Это Господь Иисус Христос. И вот эта вот полная мера подобия человека Богу, она не будет существовать на земле до тех пор, пока он не вернется. Полная мера подобия человека Богу вот за историю человечества была только в одной личности. Это Иисус Христос. Тем не менее, обращаясь к книгам Нового Завета, вы знаете, мы понимаем и опять открываем для себя удивительное. Оказывается, наше с вами искупление, оказывается, наше с вами искупление, оно подразумевает наше с вами преображение в образ Бога. Но вопрос подобия человека Богу это не только вопрос первой главы Библии. Одним из результатов искупления является духовный рост в жизни христианина. И опять, в члене Писания этот рост определяет самым необычным образом. Вы знаете, как он называется? Он называется обновление в познании. Обновление в познании. Вот так вот в члене Писания называет духовный рост христианина, рост в подобии Богу. Это послание Колосиным, 3 глава, 9-10 стих. Как раз таки Павел говорит о жизни до обращения и после обращения. Вот пишет, не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его, облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его. Ну, что происходит? По мере того, как мы обретаем истинное понимание Бога, Его Слово, Его Мира, оказывается, мы с вами начинаем думать мыслями, которыми думает Бог. По мере того, как мы с вами обретаем истинное понимание Бога, Его Слово и Его Мира, мы начинаем думать по-другому. Больше того, апостол Павел отмечает и говорит, что мы начинаем думать мыслями, которыми думает Бог. Обновляться в познании значит становиться похожими на Бога мышление. Между прочим, это самый обычный ход христианской жизни. Ну, еще один текст, который подчеркивает это. Второе послание к Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, опять преображаемся. И Павел говорит, преображаемся в тот же образ, преображаемся как от славы в славу. Это степень роста или ступеньки роста. То есть, от одной степени славы к другой. Поэтому на протяжении нашей с вами жизни возможны степени роста. А значит, перед нами перспектива, перспектива постоянного движения по вот этой вот лестнице от славы в славу. А значит, перед нами опасность, опасность не достигнуть того, что возможно. Опасность не достичь того, что есть для нас, что предлагается Богом для нас с вами. Ну вот мы с вами возрастаем в подобии Христу в нашей жизни, в нашем характере. Вот между прочим, вот цель, ради которой Бог искупил нас тоже, она сокрыта именно в этом. Цель, ради которой Бог искупил нас, у нас состоит в том, чтобы мы были подобны образу Сына Его. Не так ли говорит апостол Павел? То есть, это цель искупления, чтобы человек вновь стал подобен Богу. Это то, к чему теперь ведет наш с вами Бог, нашу с вами жизнь. В связи с этим, конечно, существует еще одно удивительное обещание Нового Завета. Нового Завета будет восстановлено полностью. То есть, сейчас мы с вами подобны Адаму. В каком смысле мы подвержены греху и подвержены смерти. Но Библия говорит о том, что будем подобны Христу. В каком смысле мы будем нравственно чистыми, будем без греха и никогда больше не подвергнемся смерти. То есть, полная мера сотворения по образу Бога не может быть видна в нашей жизни, потому что мы еще несовершенны. Для нас остается обетование. Когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. Несколько выводов сделаю, братья и сестры. Мы с вами будем молиться. Вы же отметили, что очень трудно определить все способы, в которых человек подобен Богу. Тем не менее, если сравнивать человека и остальное творение, можно отметить несколько аспектов нашего существования, которые сильно-сильно выделяют человека. Я так перечислю некоторые из них. Первое, это нравственность человека. Что это значит? А это значит, что человек несет ответственность перед Богом за свои действия. За все свои дела человек несет ответственность перед Богом. Почему? Потому что внутри каждого из нас существует, живет, не дает нам покоя, понимания добра и зла. Потому что это вложено Богом. То есть, нравственность вложена в состояние человека. И когда мы с вами действуем в соответствии с нравственными стандартами Бога, отражается наше с вами подобие Богу в святом и праведном характере, а когда мы с вами грешим, отражается наша непохожесть на Бога. То есть, когда мы с вами соответствуем стандартам Бога, отражается похожесть на Бога. Когда мы грешим, братья и сестры, помните, что отражается наша непохожесть на Бога. Интеллект человека. Это уже очень интересно, наверное, очень-очень глубоко. У человека есть способность рассуждать и мыслить логически. У человека есть способность учиться, что отличает нас сильно-сильно от животного мира. Конечно, вы можете сходить в цирк и сказать, что животные иногда демонстрируют замечательное поведение. Они разрешают какие-то лабиринты, решают какие-то задачи. Однако никогда и нигде никакой вид животных не участвует в рассуждениях. Нигде невозможно найти группу обезьян, собак или кошек, которые бы собрались вместе за столом и обсуждали бы какой-либо вопрос. То есть интеллект человека сильно-сильно отличается от того, что есть у животных. Между прочим, даже в развитии физических и технических навыков мы сильно отличаемся от человека. Но обратите внимание, легко заметить, что птицы на протяжении тысяч лет строят одни и те же гнезда, а пчелы по-прежнему строят одни и те же виды сот. Навыки человека продолжают совершенствоваться. Постоянно навыки человека продолжают совершенствоваться. Повышается компетентность человека в технологиях, во всех сферах деятельности. Еще очень интересно, братья и сестры, это наш с вами язык, это наша с вами речь. А именно, использование очень сложного языка отличает нас с вами от животных. К примеру, возьмем четырехлетнего человека. Если у вас есть ребенок, которому четыре года, можете попробовать. Если мы ему скажем, пойди, возьми большую красную отвертку со стола в моем подвале, простите, с моего стола в подвале, даже если ребенок никогда не видел этого предмета, он легко выполнит задание, не так ли? Почему? Потому что он хорошо знает значение слов. Пойди, возьми большой и красный. Ну, ни один шимпанзе за всю историю не был способен выполнить такую задачу. Их можно научить этому делать, но их учат. Но никогда ни одно животное не выполнить это после того, как вы ему скажете. Знаете, мы никогда часто не обращаем на это внимания. Но вот большинство восьмилетних детей могут написать вполне понятное письмо. Письмо о поездке на океан или письмо о поездке на озеро. Переезжая в любую другую страну, ребенок обязательно выучит язык этой страны. Он сможет рассказать о прошлом, он расскажет о своем настоящем. Только человек может читать книги, обсуждать эти книги. Вы знаете, это как-то незамечаемо, а иногда почему-то люди говорят, что человек это всего-навсего другой вид животных. Мы сильно-сильно отличаемся от животных. Дальше это физическое тело человека. Конечно, мы не должны думать, что наши физические тела, ну, подразумевая то, что у Бога есть тело, а Писание говорит о том, что у Бога тела нет, это неправильно, даже это грех так думать, грех изображать Бога с телом человека. Но как бы то ни было, все-таки есть то, что даже в нашем теле мы можем видеть о Боге. Например, наши физические тела дают нам возможность видеть глазами. Это качество, присущее Богу, потому что сам Бог видит. И, поверьте, видит гораздо больше, чем когда-либо мы с вами увидим. Наши уши дают нам способность слышать, и это способность Бога, хотя у Бога нет физических ушей. Наши уста дают нам возможность говорить, что отражает факт, что Бог – это Бог, который говорит. Между прочим, у нас есть чувство вкусом, осязания, запаха, и все это дает нам возможность, знаете, понимать Божье творение и больше наслаждаться Божественным творением. То есть, благодаря вот этим вот качествам, вот этим чувствам, мы наслаждаемся творением. Ну, какой вкусный шашлык, какой вкусный чай, вкусный торт, какое красивое здание, занавески, стол и так далее. То есть, понимаете, это то, что Бог вложил для нас, чтобы мы с вами могли наслаждаться творением. А знаете, о чем это говорит нам с вами? Бог тоже наслаждается творением. Бог тоже смотрит на творение и наслаждается этим творением. Вы знаете, поэтому быть носителем образа Бога – это великое достоинство. Это великое-великое достоинство, об этом, может быть, еще раз нужно упомянуть. Когда Творец Вселенной хотел создать что-то по своему образу, ну, нечто большее, чем все остальное творение, можете представить, Он сотворил человека или Он сотворил нас с вами? Я думаю, все-таки это осознание дает нам глубокое чувство достоинства и значимости. Вы только попробуйте представить. Звездная Вселенная, бесконечная, обильная земля, мир растений и животных и даже царство ангелов – все это замечательно, все это великолепно, но больше всего на своего Создателя похож человек. И мы с вами больше похожи на Бога, чем на все остальное. То есть человек – это кульминация бесконечного, мудрого и искусственного творения Бога. Несмотря на то, что грех исказил, сильно исказил это подобие, тем не менее мы все еще отражаем очень многое из того и будем еще больше отражать по мере роста в подобии Христу. Я думаю, важно отметить и следующее, что даже падший, грешный человек имеет тот же статус. Даже падший, грешный человек имеет тот же статус, статус человека, сотворенного по образу и по подобию Божьей. Каждый человек, независимо от того, насколько образ Бога омрачен грехом, болезнью, слабостью, возрастом или любым другим недугом, по-прежнему имеет статус существа по образу Бога. Поэтому, следовательно, к нему следует относиться с достоинством и уважением. Вы знаете, это очень сильно меняет наше отношение к другим людям. Это означает, что люди любой расы заслуживают равного достоинства и прав. Это означает, что пожилые люди, тяжело больные, умственно отсталые, еще не родившиеся дети заслуживают полной защиты и уважения, потому что они люди. Потому что они люди. Если мы когда-нибудь откажемся от своего уникального статуса в творении, как единственных носителей образа Бога, мы очень скоро начнем принижать ценность человеческой жизни. И очень-очень скоро мы с вами потеряем большую часть смысла нашей жизни. Дорогие братья и сестры, я думаю, есть о чем благодарить Бога, есть о чем подумать, может быть, поискать. Но чтобы наша с вами жизнь, мы христиане, мы верующие люди, мы познали истину, познали Господа Иисуса Христа, чтобы в первую очередь нас с вами, это была вот эта жизнь и желание жить и прожить для славы нашего Небесного Отца, чтобы была вот эта вот гармония, Бог сотворил нас для славы, и чтобы мы с вами жили для этой славы Бога. Да благословит нас Бог. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok